Всем привет! Смотрите, какая погода серая, некрасивая, дождь идет. В общем, самое время что-нибудь приготовить вкусное. Тем более сегодня. Сегодня у нас Рождество. И, как все англичане, мы тоже готовим рождественский обед. Мы вчера заглянули в магазин, а там продаются гуси, выращенные на свободе, да еще за полцены. Ну, в общем, недолго думая, мы купили. Я как-то готовила два раза, по-моему, гуся. Да, и много мороки, конечно, но мясо вкусное получается. Кстати, гуси были традиционной едой англичан на Рождество. Но постепенно индюшки вытеснили гусей. И не так давно это случилось, приблизительно в 50-х годах. А в старину со всей страны люди гнали гусей и индюшек до Лондона на лондонские рынки. Мочили им ножки в деготь, посыпали песком, и бедные птички сами топали на рынке. Рецепт написан прямо на упаковке. Я ничего не выдумываю, делаю так, как они говорят. А еще на Рождество англичане дарят друг другу подарки. Дарят подарки своим родственникам. Получают подарки. Ну, в общем, идет отмен подарками. Я хочу вам сейчас показать вот такие вот продуктовые корзинки. Очень популярные. Вот эту вот нам подарил брат моего мужа на нашу семью. Раньше мы и он тоже дарили индивидуальные подарки на каждого члена семьи. А сейчас очень часто мы покупаем вот такие коробки. Мы тоже отправили свою коробку им, которую в интернете заказали. Мы даже ее не видели. Мы просто посмотрели содержимое коробки и тоже им отправили такой подарок. И мы получили очень похожий на тот, который мы им отправили. Вот смотрите, что в такой коробке. Несколько бутылок вина, конфеты, шоколад, чай, печенье. Ну, в общем, соусы. Хороший подарок. Мы довольны. Нам очень понравился. Еще англичане готовят овощи на Рождество. Вот обычно запекаются вместе картофель, морковь, мастернак. Сначала отвариваете пару минут, а потом заливаете жиром, каким хотите по выбору. Или маслом. Посыпаете приправами. Можно положить чеснок, лук. Я еще сделаю грейви такой соус. И отварю овощи. Мы уже получили подарки от свекрови. И ее просим не приносить. Нам еще дополнительные подарки. Она каждый раз это делает. Приносит вот такой пакет с вином, с конфетами, с печеньем и так далее. Вот такая погодка. Не распогодилась. Надо сейчас немножко порядок навести, потому что у нас на всех поверхностях лежат открытки, лежат открытые подарки. Это вот еще одна продуктовая корзинка, которую мы получили. Тут чай, кофе, конфеты. Еще покажу пару соусов. Я уже их в холодильник поставила. Вот эти вот соусы от этой же компании нам очень понравились. Вот этот вот с хреном и со свеклой. А вот этот собираемся открыть к своей птице. Называется чатни. Такой соус. Еще интересную деталь хочу вам показать. Англичане дарят открытки. И поэтому все горизонтальные поверхности ими заставлены. Многие люди развешивают на стены. Ну, в общем, кто во что гораст. Обед уже практически готов. Приготовился наш гусь. Приготовились овощи. Мне нужно только будет отварить сейчас брюссельскую капусту с брокколи. И немножко обжарить брюссельскую капусту. Я буду накрывать на стол. Наверное, я выключу сейчас камеру, потому что невозможно делать все. Это очень сложно. И снимать, и рассказывать, и еще готовить. Спасибо. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мы с вами пришли в Колчестер. Вчера было Рождество, а сегодня день называется боксинг-день или день коробок. Раньше в городе в этот день никого не было, сейчас много-много людей. На русский язык перевели этот праздник как день подарков. Ну, вообще, дословно, если переводить, это день коробок. Не всегда переводы, на мой взгляд, точные получаются. В этот день богатые люди в старину стали давать свои прислуги в выходной. Прислуга готовила на Рождество, обслуживала богатых, а уже на следующий день они могли навещать свои семьи и отдыхать. И богатые давали им подарок в коробке большой. И там могли быть какие-то ценные вещи и еда. Очень часто еда была со столов богатых людей, та, которая не была съедена. Вот, ну, зависит, конечно, от людей, зависит от человека. Особо щедрые давали ценные подарки тоже. Смотрите, такие вот самокатики можно встретить в английских городах. Можно брать на прокат. Колчестер небольшой город, поэтому здесь нету шикарных магазинов. У нас только, пожалуй, один большой магазин остался, Феник. Мы в него тоже сегодня зайдем. Так что витрины, смотрите. Очень простенькие все. Если вы приехали в Англию, то, конечно, для того, чтобы окунуться в новогоднюю и рождественскую атмосферу, нужно ехать в столицу. Вот эти все маленькие магазинчики, они... Многие из них, точнее, очень новые. Они тут постоянно то открываются, то разоряются. Вот эти, по-моему, новые. Я, честно говоря, не знаю, кто в них что-то покупает. Мы покупаем все в интернете. Даже немного жалко вот эти вот все магазины. Ну, наверное, кто-то покупает. Туристы тут тоже есть, но не так много, как в Лондоне. Шарики между домами красиво смотрятся, но камера, наверное, не покажет, как они переливаются. И в этом году вместо одной большой елки, вот здесь на такой небольшой площади, около магазинов, они решили поставить много маленьких живых елок прямо в горшках и с лампочками. Смотрится тоже здорово. Магазины кое-какие открыты, кое-какие закрыты сегодня. И уже продаются вещи большими скидками с сегодняшнего дня. Кое-какие магазины разорились и закрылись. Такие тоже имеются. Постоянно что-то закрывается. Вот этот, кстати, магазин FatFace сейчас куплен другой компанией английской. Мне вот он нравился, этот магазин, а сейчас он стал портиться. Ну, пока еще что-то там есть более-менее. А вот тот магазин, который впереди сейчас, мы к нему подойдем, называется Lush. Они стараются использовать минимум упаковки, в основном бумажная упаковка. Внутри снимать не стала. Купила для молодежи своей шампунь, кондиционер и мыло в магазине Lush. Все купила со скидкой, с неплохой. А сейчас мы с вами зашли в магазин Fenix. Мы в нем тоже были. Я вам показывала до Рождества эту секцию. Сейчас все продается с 70% скидкой. Но мы пришли сюда не за елочными игрушками. Хотя тут есть симпатичная, смотрите, какая лейка симпатичная. Стеклянная игрушечка с пчелкой. Мы хотели купить понетоны итальянские. Только в этом магазине продаются дорогие итальянские понетоны. И знаете что? Все распродано. Не осталось ни единого. Понетон мы не купили, но решили пройтись немножко по магазину, посмотреть в других секциях. Вот забрели в секцию с игрушками. Решили глянуть, что тут есть. Вот эти вот современные игрушки, до чего их приятно держать в руках. Вспоминаю годы молодости. Вы знаете, вот наши игрушки, на которых мы выросли. У нас таких игрушек не было, которые было приятно держать в руках. Пластик был, да? Твердые. А это прям прелесть какая. Вот эти вот очень приятные игрушки. Они достаточно дорогие. Видите, вот фруктик маленький, 12 фунтов. Ну, сейчас 6, 50% скидка. И видите, security tag, чтобы не украли. Дорогие эти маленькие игрушечки. Секция с куклами, я не знаю. Вот просыпается ребенок какой-то во мне, когда захожу в детские игрушки. В секцию. Маленьких детей нету. Дети большие, взрослые. Хочу глянуть на скидки, что у них тут есть. Потому что родственники у мужа есть, у которого есть маленькие дети. Хочу вам показать. Детей учат с детства толерантности. И что есть люди, у которых другой цвет кожи. Вот смотрите, игрушки тоже разного цвета. И белые, и не белые. Видите? Я уже давно не была на родине. Я, честно говоря, не знаю. Продаются сейчас у нас игрушки. Тоже разного цвета, разных рас. Вот не уверена. Зашли в секцию чемоданов тоже. Глянуть на чемоданы. Тоже у них скидки. Вот этот цветочек, который моментально растет, называется язык свекрови, либо чаще. Очень дорогой он тут, 38 фунтов. Они так быстро размножаются. А все их суккуленты, тут тоже заоблачные цены такие. И вы знаете, нету никакой скидки после Рождества. Очень странно. Совсем они не скинули ничего. Пойдемте дальше. А сейчас мы с вами зашли в книжный магазин. Он очень большой. Для такого небольшого города, как Колчестер, мне кажется, магазин очень приличный у нас здесь. Много всего разного. И книги, и канцелярские товары. Я хотела здесь посмотреть, но не собиралась покупать на дневники на следующий год. Очень удобно иметь дневник с днями недели. И вот я каждый год пользуюсь вот именно этими дневниками. Они очень удобны. Достаточно дорогой этот бренд. И я всегда покупаю в интернете. Видите, какая цена? 26,99. Вот этот большой, можно купить маленький. Но мне это очень удобно, так как можно записывать по дням недели. Не все же на компьютере. Иногда хочется и записать. И эти дневнички, ну, просто прелесть. Так что я, наверное, сейчас посмотрю на цену в интернете. И куплю, если здесь такая же цена, либо дешевле. А это уже другой бренд. Видите, какой красочный. Но этот не для меня. Я люблю, чтобы был однотонный и попроще. Пока мои остались в книжном магазине, я хочу вам показать еще один интересный магазинчик. Я уже, по-моему, его показывала вам. Называется он TK Maxx. Мне придется вернуться вот на эту площадь, где мы уже сегодня с вами были. И зайдем сейчас в магазин TK Maxx. В этом магазине продаются дизайнерские вещи. Вот, смотрите. Дизайнерские куртки, которые стоят, наверное, раза. Не знаю, на процентов 70 меньше, чем они бы стоили где-нибудь в другом магазине. Вот, цена какая, 69 с копейками вместо 200. Тут есть пуховики тоже приличные. Вы знаете, я ни разу не покупала себе здесь куртку, но знаю, что моя подруга покупала здесь себе пуховик каждый раз. И достаточно приличный. Видите, пуховик вместо 200 должен стоить сколько? 79, да, с копейками. Ну, в общем, вот такие вот цены. Тут вы можете купить дизайнерскую вещь дешевле. Но в последнее время здесь товар стал хуже. И я это очень хорошо вижу. 20 лет назад здесь можно было купить шикарную сумку за... Очень дешево. Ну, тоже можно что-то найти. Вот, смотрите, пуховик Michael Koss тоже 79 с копейками вместо 200 с копейками. Вот, что-то все равно еще можно здесь найти иногда. Дайте сумки посмотрим, мне интересно. Сейчас посмотрим на сумки. Вот что я здесь покупала, это сумки. И сумки очень приличные. А, еще покупала пару кошельков. Смотрите, сумка какая. Английский бренд. Называется Redly. С логотипом таким, с собачкой. Не дешевые эти сумки, но... Так, чтобы шикарная сумка не скажешь. Я вот не очень люблю матерчатые сумки. Вот что с ними делать? Не вытришь, не постираешь. Смотрите, 69,99 вместо 170 с копейками. Ну, вот эта сумка в магазине обычном будет дороже. И тут есть, видите, вот, например, сумочка из Zara. С разных, с разных магазинов, разные бренды. Тэтбэка, видите, сумка. Но, чтобы тут что-то найти приличное, нужно порыться. И это не совсем удобно. Настолько удобнее купить в интернете, когда вы задаете нужные параметры и найдете нужную вещь буквально за секунды. Так что люди все меньше и меньше покупают. Хотя, видите, народу много здесь. Уже вечереет. Мы сейчас пойдем домой. Видите, еще одна маленькая уличка. В центре уже попустело. Уже не так много людей. Кстати, сейчас в городе очень много иностранцев. Я уже слышала и французскую речь, и итальянскую, и испанскую. Хотела глянуть на этот магазинчик. Галерея на нем написана. Такие картины тут продаются. Ну, по-моему, это не картины, а просто распечатки. Вот. Ну, вот такие вот магазинчики маленькие, частненькие. Я не знаю, как они доживают. Поэтому здесь магазины меняются очень часто. Смотрите, сладости продаются. Красиво сделают витрину, да? Вот как в старинном магазине. Или в магазине с 50-х, скажем. Не старинном, да? Вот именно 50-е, 60-е. Так магазины оформлялись. Маленькие бизнесы. Мобильные телефоны, замочки всякие. Ключики чинят, ремонтируют, делают на заказ. И смотрите, как украсили деревья. Это тут маленькая кафешка. У них стульки на улице, поэтому они уже занялись самодеятельностью. Видите, как украсили деревья. Здесь закрыта кафешка. Продолжение Продолжение следует... Требурение Продолжение следует... Когоurn Уже вечереет. Видите, как выглядит центр Колчестера. Пешеходные улицы, где машины не ездят, только находятся магазины, кафе. Люди просто ходят пешочком здесь. Мы сейчас будем потихоньку идти в сторону стоянки. Смотрите, хотела вам показать. Вот эта витрина, пожалуй, мне понравилась больше всего в этом году. Вот в этом магазинчике, в котором продается все такого грязно-белого цвета. По-английски вот этот вот цвет называется off-white. То есть как бы белый, но не совсем белый. Белый немножечко с грязью. И он находится вот на такой пешеходной улочке, которая имеет застекленную такую крышу. А это самая главная улица в Колчестере, самая центральная. Тоже темнеет, камера начинает немножечко хромать, когда темнеет. Зашли мы с вами в последний магазин. Магазин называется white stuff. Белые вещи. У них тоже sale. Хотела глянуть. Этот магазин не очень дорогой и не дешевый. И тут иногда что-то можно купить симпатичное. У меня из этого магазина только платье есть одно. И, пожалуй, больше ничего нет. Я хотела посмотреть, знаете, на что? На рождественские свитера. И хотела купить рождественский такой новогодний свитер, но так, чтобы он был не синтетический, а из каких-нибудь натуральных тканей, либо хлопок, либо шерсть. И, вы знаете, ничего не нашла. Смотрите, какие варежки продаются, у которых открытые пальцы, да? Просто одевайте на большой палец, и все. Люди часто ходят всю зиму без перчаток, без варежек. Смотрите, какие куртки, которые можно носить на одну сторону и на другую сторону. Видите, одна и та же куртка висит наизнанку. Я вот такое не понимаю, потому что все же одна сторона, она самая главная, а вторая сторона уже не выглядит так красиво, но тепленькая. Уже темнеет, начинают зажигать огонечки. И вот, что я вам говорила, в этом году очень мало вот этих вот гирлянд, которые висят через улицу. Их было всегда намного больше, чем сейчас. Моя камера не справляется в темноте. Особенно вот сейчас, видите, когда я двигаюсь, будет немножечко размыта картинка. Я с вами прощаюсь. До новых встреч! Всего вам самого хорошего и пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!